Окунуться в весну мог каждый желающий 1 апреля на традиционном фан-фесте в Архызе. Прыжки через бассейн, на горных лыжах и сноуборде в креативных костюмах демонстрировали самые смелые жители России. Кто показал самый эффектный трюк и кому удалось выйти сухим из воды, с южного склона Архыза репортаж Аллы Динаевой. Южный склон Архыза для фестиваля «Окунись в весну» выбран не случайно. Здесь был сноупарк и остался снег, и он удобен для посетителей. В подготовке участвовали все службы курорта. Самое сложное – залить бассейн. Котлован вырыли с помощью ратраков и накануне фестиваля наполнили водой. Но к утру бассейн покрылся льдом и пришлось его дробить и вытаскивать льдинки, рассказывает организатор. Мероприятие проводится каждый год, уже порядка пяти лет, наверное. Это такое праздничное, веселое фестивальное закрытие зимнего сезона. Но это не значит, что сезон закрыт. Мы работаем и будем работать, пока трассы позволят. Но в праздничном формате мы обычно закрываем 1 апреля зимний сезон. Любители ярких ощущений съехались в Архыз со всей России, чтобы показать эффектные прыжки на горных лыжах и сноуборде через бассейн с ледяной водой. Один из участников фестиваля – леопард Абба. Первый раз принимаю участие в вашем фестивале. Как долго готовился? Ну, буквально две минуты. Встал дыбом, покрылся пятнами и превратился в леопарда. И все. И готов теперь нырять. А почему в леопарда именно? Ну, потому что он мне нравится больше, чем все остальные животные Северного Кавказа. А в бассейн нырять морально готовы? Конечно. Я родился в горах, поэтому я всегда готов нырять в горную речку. Надеюсь, она холодная. С таким оптимистичным настроем собираются сюда и участники, и зрители. Ни по телевидению, ни из репортажей решили воочию увидеть, как это интересно. Хочу упасть в бассейн, это точно. А родители не против? Против. Ну, он уже договорился без нас. Вода-то ледяная, не страшно? Нет, в колодец прыгал, ничего страшного. Он закаленный. Папа не против, а мама против. Папа во всем поддерживает сына. Поэтому, да? Вместе мы сила. Да. Погода замечательная, я думаю, мы справимся. Веселая и дружественная атмосфера царила на южном склоне. Участников фестиваля встречал ведущий. Не оставил он без внимания и нашего телеоператора Алия Бастанова. От аппарата у этого мужчины. У него написано «Россия», хотя так и не скажешь. Но, тем не менее, я думаю, тоже достойен вашего внимания и аплодисментов. Будем любезны. Собравшиеся с нетерпением ждут яркого зрелища. Но сначала фотография участников на память, пока яркие костюмы не промокли в бассейне. И фестиваль «Окунись весну» стартовал. Болеть за Анастасию Рязанцеву из Москвы приехала вся ее семья. Девушка участвует в фестивале уже во второй раз. В том году была лучше погода. В этом году погода лучше. Вообще ни одна облачка. В том году был паспорт. Ощущения какие результаты у вас? Да, довольна. Я перелетела, не намокла. Все отлично. Всего было четыре номинации. Для каждой партнеры подготовили подарки и призы. В итоге, по мнению организаторов, самый креативный костюм у Александры Люшуковой из Краснодара. В номинации «Самый эффектный трюк» лучшим признан Кирам Джукаев из Архиза. Мисс Вдохновения стала Анастасия Рязанцева из Москвы, а самый сухой участник – Мурат Баташев. Традиционным фестивалем в Архизе завершается зимний туристический сезон. И наступает не менее красивый, интересный весенний. Один сезон сменяет другой, но Архиз прекрасен в любое время года и в любую погоду. Алладинаева, Али Бастанов, Вести, Карачева, Черкесия.